Итак, всем привет, с вами М2Г, продолжаем играть в World of Light за Советский Союз, и в прошлой серии началась наша Великая Отечественная Война, и теперь мы отступаем, ну как, отступаем, подрываемся за собой, единственное, мне не нравится, что вот здесь вот войска эти успели схватить за хвост этих коней, и мне кажется, они их просто сотрут, что боеспособность падает быстрее организации, вполне реально, что их реально просто уничтожат, но главное здесь вот успеть, хотя, конечно, здесь было тоже приятно вот эти регионы все пожечь, но там уж как получится. У нас может как бы и не получиться, вот так вот я уже вряд ли успею пройти сюда и тут уже дивизии, только если вот так, потом сюда, чтобы здесь что-нибудь еще выжечь, а в то время как вот эти дивизии пойдут вот сюда, чтобы выжечь уже здесь, то есть, ну, я думаю, должно получиться, по крайней мере попробуем. Пока что мы оставляем себе Ворошилова, поставим Жукова, как начнутся бои за вот эту вот линию обороны, кроме того, я бы, знаете, что сделал, я бы вот в реке здесь вот поднял форты поповыше, потому что они первые встретят сопротивление, скорее всего, но здесь все как и оставалось, в принципе, ничего не меняется. Здесь тоже все как и было, единственное, я доказался кучу дивизий, чтобы сейчас попросить ленд-лиза у вот этих вот парней. Только надо подождать, пока, видимо, обновиться, или нам всего реально хватает, блин, если все реально хватает, то это неприятно. Я хотел, чтобы был минус, и потом они нам начали давать все. А, но они пока что не готовы, давайте, надо немножко подождать, видимо. Ну да, вот эти дивизии просто уничтожили полностью. Ничего не поделать, здесь забрали кишинев раньше, чем мы-то тут дошли, неприятно, но что поделать, вы давайте-ка вот сюда, переходите в флот, у нас уже можно вот так делать, и вот так делать. И вот этому флоту можно отделять подлодки полностью. Это за флот, кто-то же подлодки, почему и 2, прошу вопрос. Вы отправляйте сразу вот так, под Левченко, а вы отправите вот сюда, чтобы в части авиации сюда пока что сагрить. Ну и пошла гонка с тем, чтобы успеть подрывать побольше территории. Нам бы вот сюда успеть зайти, чтобы вот здесь подрывать еще во львов, мы уже не успеем, там уже, видите, мы не контролируем стоит. Все это возможно. И я качаюсь вот сюда, чтобы команда выкачать, и потом вкачать Грандстрелков вторых. В принципе, это полезно. А вот, и плюс отношения у нас сейчас подъедут, и мы сейчас сможем спросить у этих ребят всех, собственно говоря, линд-лис. У них должны быть нормальные с нами отношения. Верно? Верно. Опять-таки, пока у нас не так много минусов, но самые большие можем хотя бы покрыть, если нам будут их давать. Вот тяжелую артиллерию не хотят давать, к примеру. Но саппорт дают, этому я уже рад. Средние танки тоже дают, и этому я тоже рад. Давайте. Так. И линд-лис у штатов тоже. Саппорт дают, супер. Ого, дают. Тяжелую артиллерию дают. Все, дают, супер. Средние танки дают. Мне кажется, они там даже еще могут истребители дать. Ну ладно уже. Хватит и так. Нормально. Теперь, кто-то, блин, все пк пускай и стоит здесь. Нам это не напряжено. Но потом уберем, чтобы все это снаряжение было вот здесь вот, а не в теоретическом пуле там. И можно уже... Как-то далековато. Давайте вот это измениться, и потом на обязательную службу, потому что нам расширенного не хватит, скорее всего. А здесь нажимаем везде кнопочкой на то, чтобы сжигать территорию. Начинаются здесь бои. Ну что ж. Вообще, давайте отсюда отступим, честно говоря. Я так подумал уже. Нам не сильно-то и нужно здесь находиться. Давайте уже куда-то сюда, ближе. Так. Валивайте оттуда и транспортируйтесь отсюда нафиг. Чрезвычайная полномочия есть. Сразу же мы идем в эвакуацию промышленности. Это пока что нам не нужно, но мы это обязательно нажмем. Модернизацию окей. Нормирование окей. Российский опыт окей, кстати говоря, тоже. Пока что резервы мы разворачивать не будем. Фабрики тоже пока что не будем. Вот это нам все не нужно. Политическая сила, да. Ну и вроде мы на этом готовы. А ну вот мы, видите, успели вот это вот все тоже подрывать. Это не наши кони, так что мне их не жалко. Начинаются бои вот здесь вот. Ну, опять-таки ожидаемо. Кстати говоря, пора я чувствую вот отсюда флоту выводить. Да, так и есть. Давайте-ка домой. Ребята. Мы здесь неплохо пособирали авиацию. И просто она здесь находится, а не дома. Это отлично. И вот, да, видите-ка. 300 истребителей, 120 штурмовиков. Один из бомбардировщиков. Просто почти пять сотен авиации взял и испарилась. Я считаю это прекрасно. А плотно все равно, как бы, ну, верфи, их мощности не нужны в реальности. Отсюда уже, я думаю, пора отступать на вот эти рубежи. Ну, думаю, да. Плюс надо максимум забирать себе морских тайлов. Так, война там пошла. Ага. Испанию призвал. Вообще, вот это, возможно, ошибка. А, возможно, нет. Сейчас узнаем. Скоро, точнее, узнаем. А вот это стоит тоже все немножко переделать, конечно же. Ну, нормально. И да, отсюда мы сваливаем по возможности сразу. Можем начать эвакуацию промышленности? Нет. Не можем. Скоро сможем. Я из Харькова точно эвакуирую. Из Минска и Киева, думаю, уже не буду. Это стоит политку. А, честно говоря, хрен я что там успею... Хрен я что там успею эвакуировать. Надо было, кстати говоря, вот это тоже поджечь. Я забыл, на самом деле, этот момент. Это неприятно. И можно со стратегами нашими поиграться немножко. Уже сделать вот так, пожалуй. Ставить на ночные. И бомбить вот здесь, на здоровье. Начинаются бои на севере. Ну, пока еще не плотно. Я пока что еще не хочу вжиматься в бафы, честно говоря. Кроме того, знаете, что мы сделаем? Мы сделаем вот так. В Непал, вы в Непал. Но это не просто Непал. Это мы делаем вот так. И когда фармут подойдет, они будут уже начинать копить себе планирование. При этом стоя все еще на месте. И нужно домоторизовать все наши здесь пункты, которые еще есть. Снабжение. Потому что будет на них нагрузка скоро. Ну, уже вот здесь вот, допустим, жесткая нагрузка. Итак, начинаются бои. Вот здесь вот прибрежные. Пожалуй, можно выпустить вот сюда флот. Вот здесь, конечно же, пускай они ничего не делают. Но корабли вот эти пускай ремонтируются. Потом вернутся. Возможно, те сколько нам дебафа даем? 12. Честно говоря, они возвращаются, чтобы было больше дебафов. Это у нас готово. Что мы можем взять? Можем взять неприступное крепление в этот момент. Ну, и начинаем эвакуацию отсюда. Киев, Минск. Блин, ну, в реальности мы Минск точно не удержим. В Киеве, не знаю, можно попробовать. В принципе, нас 25 в политике пока есть. Мы его держим, но хотя бы попробуем. Так, они вернулись, корабли. И вроде как вырос до 18. Солидно, солидно. Это венгерские дивизии, конечно, они немецкие. Там так нас не пробивают. Но все равно приятно это все видеть. А здесь мы уже, видите, не справляемся. Поэтому давайте-ка немножко перерисовывать эти приказы. Здесь остановитесь, пожалуйста. Не умирайте в таких бессмысленных боях. Ну, вот, да. Надо, видите, отсюда тоже отступать уже. Отступаем, пожалуй, сразу вон туда. Давайте-ка вы все туда. Чтобы здесь у нас тоже был прикрыт берег. Так, у них типа нет снабжения, но, по-моему, это фейк информация. Кроме того, давайте-ка эти дивизии. Доконим в пригороды, чтобы они... Вот, только организацию они не успели восстановить, это неприятно. Но так они там могут позащищаться. Давайте тогда в сам Киев попробуем танками Киев подержать. Так, и так как у нас, в принципе, ленд-лиз уже настроены, можно вот это отменять. Смотреть, что у нас вообще по снаряжению теперь будет. Ну, вообще, я считаю, все у нас нормально. Танки, конечно, в минусе, но они производятся. Потихоньку, потихоньку налаживается производство так. Не делайте такой фигни. Тут армию тоже надо будет перебросить куда-нибудь. Они могут занять 4 провинции. Хотелось бы мне где-то здесь еще подукрепиться, но... Хз даже куда? Вообще вот сюда, куда-то можно. Говори. А как вы будете? Блин, конечно, путь вы выбрали такой ужасный, но... Не странно, немцы дали вам выйти. Так, а здесь начинаются бои, и мы в них держимся нормально. Там тоже начинаются бои. Блин, хочется уже... Давайте точно уже мы сделаем, что это сменим. Жукова. 25 политки. Помните эвакуацию Киева? Вот мы потратили ее сюда. И причем его... Я подозреваю, что вряд ли его держим, но... Хотя бы мы пытаемся. Точно надо нажимать патриотическую борьбу, это уже нам даст баф. И потом, как сможем поставить Жукова, поставим и его. Минскому потеряли. Ну... Ничего нового. А вот это новое для нас и неприятное. Нам нельзя терять эту провинцию. Как бы... Она не казалась... Хотя нет, ладно, она не может никому казаться неважной. Она очень важна. Здесь противоток в атаку, у нас есть обычная атака. Мы должны их выбивать более-менее нормально. Я бы даже, знаете, что уже сделал? Всю нашу авиацию, что здесь имеется? Вот сюда. Причем вот это даже на перехват, именно. Это сюда вот так. Стратегии мне здесь не нужны. Только тактическими атаками занимаетесь вы. Все сюда. А вы все тоже сюда. Вы все, как ни странно, вот сюда. И вот сюда. Ну, типа... Типа... Ок. У нас еще один парень с... У нас еще одна такого дивизия появилась. Только забавный факт в том, что... Вот в это она уже не залезет, так что добавляем сюда. И запаунил ее, кстати говоря... Где? Вот здесь вот, в нормальном месте. А мы... Сейчас добьемся здесь и будем... Кушать вот сюда, в Киев. Возвращаться. В скобочках... Нет, в Киев мы уже не вернемся. Сделаем тогда вот такой приказ здесь. Пускай они уже распределяются по позициям. Вы все... Кто там атакует? Хватит, пожалуйста. Кто там атакует? Непонятно. Хороший вопрос. Допустим. И распределяйте, занимаемся по позициям. Здесь у нас все хорошо. Я бы даже... Отправил пока что какой-нибудь кораблик на ремонт. В принципе... Ну да, все окей. Здесь мы кое-как удерживаемся. Ну, слушайте, нормально. Вот это тоже стоит уже отсюда убрать, пожалуй. Так вот это. И все эти армии... Ну-ка. Вы кто? Вы. Пожалуй, куда-нибудь вот сюда. Да, я не знаю. Давайте вот так. А вот вы. Соответственно, снимаем. Вот здесь вот позиция. Только вопрос... Да, чуть-чуть западнее надо. Вот здесь, пожалуй. Ну и держим. В принципе, кое-как. Блядь. Казал я кое-как и... И бац, 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 как говорится. И слушайте, ну шансы есть отбить обратно и еще попробовать удержаться. Снова. Типа... Нормально, нормально, держимся, держимся. Слушайте, ну пока что выглядит перспективно. И блин, мне все еще не накопило на атаку, но разорознение наступлением не нужно. Это защита 5. Согласитесь, это, ну, очень важно для нас. Так, а вот это нам делать не надо. И надо сейчас срочно снизить скорость, во-первых, очень критично. А во-вторых, срочно оборону вот именно вот этой позиции сделать. Кстати, отдать уже. Здесь у нас, кстати говоря, тоже пытаются пробить, но здесь у них вообще шансов особо не чувствуется. Пускай так и остается. Так, вот это мне не нравится. У нас здесь как будто немножко ушивают назад. Надо срочно вперед все это, перебивать обратно. В принципе, у них сейчас арги вот здесь вот не будет, мы сможем что-то попробовать. И нет, нет, у нас там не получилось. Мы дали эти две провинции, три. Так что они там, скорее всего, сейчас будут сфорсировать реку. Очень их хватает политики от этого чела. Из Киева мы уже не смогли промышленность эвакуировать, но хотя бы из Харькова перенесем и спасем. Я нашел невероятные немецкие дивизии без генералов. Слушайте, ну, нормально, нормально. Я периодически, когда здесь тихают битвы, отправляю их чиниться обратно. А потом снова бой. И, видите, здесь нас на самом деле начинают пропивать где-то, но в целом... В целом это не так широко. И у нас уже наступил август, типа потихоньку мы становимся крепче. У нас ебу... Ну да, вы поняли. В общем-то, у нас запасы отличные. Для людей запасы у нас тоже шикарные, как бы. Я уже мобилизовываюсь. Здесь, как бы, нам США потихоньку лидлис будут накидывать. Ну, уже, наверное, начали. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, видите, уже какие-то поставки есть от США. Через 4 дня первые поставки будут. Тоже они нам будут закидывать. И это не прекратится, несмотря на то, что у нас уже некоторые припасы обратно в плюс вышли. Все-таки, ну, полезно заранее попросить. На самом деле, хотелось бы, чтобы Ишки давали не только, когда у тебя дикий минус, но... Ладно, уж как есть, как говорится. Вот. Ну, и в целом, пока-пока все. Тьфу-тьфу-тьфу. Хотя бы стабильно. Здесь мы по одной провинции отдаем. Тут мы типа отдаем, но потом камбэкаем. Ну, и как бы... Окей, я на всякий случай, смотрите, строю еще одну линию фортификации. Я не строю военные заводы. Почему? Потому что снаряжение у нас есть. У нас есть дивизия, есть люди. Нам нужно просто держаться. Нам нужны модификаторы именно в бою. Понимаете, у нас как бы дивизии так как можно лучше. Ну, насколько можно их было сделать хорошими советскими. То есть, настолько и сделали. До танков можно было в теории побольше, но танков можно было построить плохих. Потому что танки, смотрите, нормально только вот 39-40 год. И здесь тяжелые танки в 39-м. То есть, ну, они дорогие, вы их много не производите. Тем более с советскими дебафами на скорость производства в начале. Так что, ну, в реальности вы могли, не знаю, ну, несколько дополнительных дивизий танков получить, а потерять пару десятков пехотных. И это того точно не стоит. Что, строим где-то дальше форты. Это дополнительные наши линии обороны. Вот здесь вот подсоединим линию. Здесь сделаем вокруг Ростова. Ростов, скорее всего, отдадим. Но за него тоже можно будет постражаться. Тем более, что здесь морская провинция рядом. Можно поддержать их там. А Крым обязательно будем держать. Потому что у нас здесь, собственно говоря, радар. Во-первых. А во-вторых, тут у нас будет скоро вот эта штука. Береговая оборона у нас будет. И вон, батареи у нас там будут. Батареи дают укрепленность, дают защиту. Дают скорость создания. Урон именно, чтобы попасть в штормовой. Так что, в общем, это супер. И я думаю, если мы достроим вот это, возможно, мы где-нибудь здесь еще тоже будем подстраивать. Вот это я не очень хочу застраивать. Возможно, я просто вот здесь вот буду. Следующая оборона. Вот это как получится уже защищать. Посмотрим. Пока у нас есть некоторые командные ресурсы. Сейчас все мастеры обороны вот этому парню. Пускай дивизии чуть-чуть получше укрепятся. Вот эти все. Они периодически укрепляются. И, возможно, где-нибудь еще у кого-то есть перки. Будем сейчас тыкать, смотреть. Но по факту нет. Пока что никто не качнул себе дополнительных перков. Ну да. Вот видите, опять битва стихла. Можем отправиться в флот наш починиться. Давайте. Испания сыграла немалую роль здесь. Смотрите, сколько здесь дивизий. Господи. Там почти 70. Но вся Румыния и несколько хороших дивизий немцев тут. В то время как испанцы здесь дефаются просто в горах. И, ну, битвы здесь будут бесконечные. Несмотря на то, что качество испанцев говно. Но атаковать в такие горы, ну, как бы, удача. И, возможно, да, сюда еще какую-то авиацию они тоже перебросили. Так что... Испанцы нам полезны, на самом деле. Прям очень. Капитуляция у нас на 21%. И, слушайте, потери 600, а здесь 300. Всего лишь 1 к 2. Я реально говорю всего лишь, потому что, ну, это солидные потери для Германии в этом моде. Слушайте, нас здесь уже выбили. Поэтому давайте, честно говоря, отходить просто на позиции подальше. Потому что вот здесь вот в равнинах мы ни хрена толку не получим. От сражений. Поэтому надо признать, что эти территории мы отдали. Примерно вот так, я бы сказал, да. И вот сюда отходить. Хотя вот эти леса, слушайте, можно еще и подефать. В принципе, в лесах всегда нормально дефать. Так что давайте вот сюда. Будем отходить, да, но периодически дефать. И получится. И можно, в принципе, вот сюда уже готовить линию обороны. Есть у нас неприступное крепление, и мы все еще не получили Великую Отечественную Войну. Можем смерть на самом деле сделать. Есть вот этот потом баф, в принципе, полезный. Он не... Прямо этот смерть сильно полезен нам, но тем не менее. И видите, у нас какой вариант. Понес потери... Прогресс капитуляции 24%. Мы не хотим сдавать. Мы не хотим сдавать территорию. Хм. Но, видимо, это единственный вариант, как сюда пройти нормально. Потому что чрезвычайный производственный комитет нам нужен, в принципе. Видимо, норм тема отступать вот до сюда. Но, блин, здесь держаться прям шикарно, согласитесь. Потерям 750 против 350. 2 к 1. Почти что с Германией. Это, ну, космос. Космос вообще. Нужно подумать, что нам качать в этот момент. Здесь у нас ничего нам не привлекает. Нужно думать, наверное, от вот этих... Ну, реально, дорога жизни нам нужна будет в один момент, наверное. К зиме, я полагаю. И заград отряда тоже звучит нормально. Поэтому, наверное, смеш. Да, так и будет. Давайте, 14 дней. Нормально. И можем мы сжигать что-нибудь. Слушайте, давайте... Здесь его, опять же, сжечь. Но мы, когда дрались за него еще... Не хотели сжигать, потому что мы еще там находились. А когда сдали его, то уже и сжечь невозможно. Ну, так и бывает, да. Здесь мы отступаем и новое делаем. Обронительные, собственно говоря, позиции. И вообще, ну да, мы держим все нормально. Уже скоро сентябрь. Тут осталось не то, чтобы супер много. И нас уже начинают здесь пробивать намного-намного солиднее. Я думаю, это пора нам отсюда отступить. Здесь все еще мы можем сражаться. Полтаву сжигаем, потому что мы из них скоро отступим с Сумы. Я предполагаю, тоже Брянск. Думаю, да, здесь еще, наверное, поддержимся. Все-таки мы будем отступать, наверное, к северу. По плану, по крайней мере. Здесь мы все еще держимся отлично. И немцы здесь очень много ресурсов об нас сливают. Пускай так и продолжается. Вот, как раз мы, надеюсь, 3% технофармим. И великое отечество нас можем нажать. Так, смотрите-ка, у нас через 6 дней новая доставка. Попробуем обновить ленд-лиз. А здесь у нас что, по доставке? Через 18 дней. Там тоже попробуем обновить. У нас кончились машины. Это изменится, когда нас новые точки захватят. То есть вот. Но, тем не менее, можно подзаказать еще и их. В основном у нас вроде есть все нормально. Здесь приходится признать, что мы эти территории задаем. Так вот здесь прекращаем. Но остальные все еще можно поддержать, потому что, ну, там укрепы. Там наша авиация вкладывается по максимуму. Шансы какие-то небольшие. У нас здесь еще что-то сделать есть. И я вижу, здесь у нас возможность, в воздухе, кстати говоря, поработать. И мы попробуем поработать. У нас есть немножко политки свободные. Давайте особое поручение нажмем. Это у нас команда очки восстановит, сколько сможет. И пока мы справляемся, опять-таки, отступаем, как я говорил. Ну, я ожидал, что мы будем отступать даже с этих позиций. Но на них мы продержали дольше, чем я думал. На самом деле, два месяца это солидно. О, пошла музычка. Неужели... А, миллион потерь, возможно, это триггер. 23%. Чуть-чуть еще задать чего-то, и мы сможем советскую. Ну, как раз к СМЕРШу, я думаю. Итак, СМЕРШ есть, но мы ждем Великой Отечественной войны. Осталось не так много, в теории, и тут, и тут. Ну, мы тут уже, видите, начали отступать так намного солиднее. Но все еще у нас много зеленых, говорится, кружочков. И особенно здесь мы тоже в Ригу... Ригу мы держим прям солидно. Здесь танки очень себя истощают. Вообще, если так посмотреть... Сколько они тут потеряли? Примерно как мы по технике, кстати говоря. Мы еще что-то захватываем периодически. Танки мы захвачиваем, мехи. Здесь что-то. То есть, ну... Тратят они солидно снаряжение в эту войну все. Ну, я знаю, что там 5000% эффективности производства. Точнее, 5000% скорости роста и эффективности производства вот здесь. Потому что если что-то не хватает, они перебрасывают заводы и делают это в считанное время. Но все равно... Приятно, что они потихоньку истощаются. Я думаю, пора уже сжигать вот эти территории. И... Ну, здесь, наверное, еще пока нет. Но вот тут уже, да, сжигаем. Ну, вот многие генералы докачали уже экспертов пехоты. Так что мы им прокачиваем его. Это все-таки очень солидно. Особенно здесь, кстати говоря. Вот здесь вот я бы и не прокачивал, потому что они вроде и так справляются, честно. А вот этим генералам, если где-то есть... Ну ладно, там нигде нету, судя по всему. Так что можно и... Вот этим гигвичадам, которые обороняют здесь реку миллион лет, тоже прокачаться. Образили, вступил в садики и теперь тоже готовы мне что-то давать. По факту это будет только пехотное наряжение. Все еще лучше, чем ничего. Это, смотрите, это через день, это в любой момент. Дождемся этого самого в любой момент и обновим. Великобритания предлагает вторгнуться в Иран. Как сказать? Вообще я не против. Да, ну, ребят, ну вы там сами справитесь, да? Я надеюсь. И пора уже вот здесь вот тоже отступить. Вот на вот эти новые позиции. Будем вот здесь до последнего сражаться. В принципе. И потом подойдем уже вот к этим позициям. Здесь у нас седьмой укреп, шестой. Обманул вас. Черт. Ну, шестой, так шестой. В любом случае там должны мы держаться более-менее нормально. Здесь надо тоже потихоньку отходить на север, а здесь на восток. Но здесь мы еще как-то держимся. А Великая Отечественная открылась, так что мы ее тоже берем. Ну, нормально, еще и восемь дней уже накоплено, и СМЕРШ уже есть. В целом, даже, я бы сказал, неплохо. Тогда Британия реально напала на Иран. Надеюсь, она, как я и сказал, сама справится там. Я буду не против. И что по поставкам? В любой момент, слушайте, все никак к нам не дойдут поставки. Это неприятно. Но, допустим, если у нас такая, что я распускаю некоторые свои танки, потому что у меня не очень хватает, а необстрелянные танки я содержать не хочу. Здесь у нас... Так, а что это вы куда-то атакуете? Кто это атакует? Хороший, блядь, вопрос. 175-я стрелковая. Госдивижн. Нашли. Здесь мы все еще держимся. Они здесь вот перестали у нас пытаться перейти. Но сейчас, видимо, вот отсюда будут пытаться пробиваться. Но у меня уже здесь есть готовые первые крепы. А здесь готовые крепы. Это единственное, вот здесь я не успеваю их построить, по ощущениям. Но может еще успеет. Две недельки, может мы здесь додержимся. Курс, кстати говоря, зря не получилось. Жаль, точнее, не зря. Не получилось нам удержать. У нас там был укреп. Но только первого левела. Не успевают у нас войска на все потиции всегда отходить. К сожалению. Но где-то успевают. Там нормально все у нас. Здесь нас атакуют, но мы крепчаем. Но только... Фух, нас сейчас смогли затроллить с подкрепой. Но все нормально. Так что тут мы держимся. Итак, вот решение о леготической готово. Производственный комитет делаем. И нас начали неплохо давить на юге. На севере мы как будто типа держимся. По крайней мере здесь. Здесь же не очень. Нас очень солидно давит, я бы сказал. И я воззряю, что надо потихоньку уступать вообще вот сюда. Да, возможно. Там мы почти точно сможем удержаться. Но здесь все-таки хорошие бафы на защиту-то. Только... Только надо, наверное, не прямо сразу туда, а потихоньку. Потихоньку. Вот таким вот образом, наверное. По той присопрещении, что вот эти войска-то все еще здесь. И нельзя их с фланга давать торгу обойти. Вот. Но вообще на этом, я думаю, серию позакончим. Мы, в принципе, держимся более-менее. Как я и говорил, уже несколько раз. Три сотни опыта мы нафармим. Капитуляция у нас есть, но это нам даже хорошо, потому что у нас очень много решений на капитуляцию зависят. Кстати говоря, политку получили. Свободу мысли мы нажмем. Это опыт нам, опыт нужен. И доктрина нам тоже нужна. И теперь оставляем себе политку точно уже на вот эти все вещи. Во-первых, у нас теперь можно команд-ресурс на парону вот эту нажимать. Все. Это нам полезно. А также нам политка нужна, собственно говоря, на приказ 227. Когда мы потеряем 44%, либо там Москву, Сталинград, вон. Тут есть некоторые варианты. Ну и тогда мы нажмем на 227 приказ. Здесь, видите, мы получим очень классные бафы, а точнее уберемся к тонну очень неприятных дебафов. Вот. Все это в следующей серии. А у нас битвы, по крайней мере, в этой серии подошли к концу. Будем в следующей серии. А если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.